Всем привет дорогие друзья, с вами Владимир, добро пожаловать на канал Apple Эксперт. В сегодняшнем видео я вам расскажу как же проверить новый айфон или боевый айфон на работу способность, чтобы не попасться на каких-то обманщиков и не взять бушный под видом нового устройства, либо же просто какой-то нерабочий, либо с дефектами айфона. Первое на что мы обращаем внимание это внешний вид устройства, то есть на потертости, царапины, просто какие-то раздражительные внешние дефекты, которые могут влиять на наше с вами решение. Обращайте на это внимание, осматривайте хорошо ваше устройство. Обратите внимание на блок камер, не важно какая версия будет айфон, смотрите чтобы не было никаких запотеваний, никаких там пылинок и так далее, чтобы все было гладко, чтобы не было утопленником, также обратите внимание на вспышку. Уделите ваше внимание как лежит дисплей корпуса, если же все отлично, ровненько, это хорошо, если же немного выпирают, значит батарея вздулась и требует замены. Особое внимание обратите внизу на два болтика, которые расположены около зарядки, чтобы они не были скручены, если же они как-то повреждены, значит они не новые, и устройство является не новым, оно было вскрыто, заменена батарея или еще какие-то запчасти, они оригинальные, возможно нету влагозащиты, если это устройство, оно этим обладает. Поэтому будьте очень внимательны, это важно. Проверьте также на задней крышке коробки айфон сертификат соответствия, их должно быть три наклеечки, вверху, слева внизу, справа внизу, все должно быть четко написано черным шрифтом и одинаковым шрифтом, проверьте, сверьте номером с айфон и с внутренними данными, чтобы все соответствовало. Проверьте ваш айфон по номеру имей, вы можете его найти как на символотке, так сзади на крышке вашего айфон, есть еще доступная версия для этого просмотра, на коробке, при активации айфон, то есть у вас внизу будет кружочек с буковкой i, нажмете там все данные, будут имей, серийный номер, либо же с комбинацией звездочка-решетка, 06-решетка, вам покажет какие наименования, какой имей и так далее, остальные данные. Также мы можем проверить имей нашего телефона на официальном сайте Apple, вводим здесь имей, здесь проверочный код, жмем продолжить и нам покажет. Если это будет новое устройство, оно будет требовать активировать устройство, если же это было активированное устройство, оно покажет, поддерживается или еще и компания Apple, сервисным обслуживанием и так далее. То же самое касается в стройках, основные об этом устройстве. Также ваш айфончик можно проверить внутренне на сертификат соответствия, то есть проверить новое это устройство было, это восстановлено, либо заменено на другое новое устройство, либо же восстановлено гравировкой, То есть каждая буква имеет свое значение М, начальная буква серийного номера, это новое устройство Ф, это восстановленное устройство Н, это устройство было заменено на другое И П, это восстановлено гравировкой Теперь переходим уже к той части, где нужно смотреть на самом устройстве Первое, что нам нужно обратить внимание, чтобы работал 3D Touch Вот он, он должен быть с виброоткликом Это до iPhone XS у нас есть 3D Touch Дальше у нас уже пошла замена Haptic Touch Так как на 11, 11 Pro и в будущих его не будет Дальше, экран проверка яркости То есть когда переходите в экран Проверка яркости, у вас должен быть режим True Tone Вот он есть Значит у вас экран оригинальный И даже если был заменен, то заменен на оригинальный Если же его нет, значит это не оригинальный экран Если это же вы рассматриваете был устройство Работа Face ID, Touch ID То есть при настройке, при активации Где же просто в нем опускаетесь Если у вас не будет пункта Вот Face ID, код пароль У вас может быть Touch ID, код пароль Если у вас его нет, значит его уже и нет И не работает Вот, то есть так вот Есть какие-то оповреждения технические Либо заменены детали не на оригинальные Дальше проверка Камеры То есть заходите в камеру Проверяете запись видео Фотографируете Заодно проверите микрофон Или рабочие что-то скажете Прослушаете переднюю, заднюю Все Нет ли никаких-то пятен То есть на самом виде, на самом дисплее Отличный способ проверить 100% емкость батареи Переходите в настройки Аккумулятор Состояние аккумулятора Если это новое устройство Максимальная емкость 99-100% Ну конечно же 100% Бу Если вы на каком-то сговаривались Показатели То должно быть такое Чтобы не были обмануты Дальше Wi-Fi, Bluetooth Так же само Подключаете ваши Wi-Fi, Bluetooth Тестируете То есть чтобы все функции работали Сотовые данные и так далее Звонки Также позвоните По громкой связи Поговорите Датчик приближения Чтобы срабатывало Чтобы экран Тух Когда вы просто даже пальцы Преподнесете Там где у вас будет Динамик Либо же Face ID Неважно Либо же передняя камера Должен сработать Датчик приближения Проверка платы Рабочая ли у вас плата То есть просто даже Включите процентное соотношение Когда будете проверять iPhone У вас проценты должны падать стабильно То есть Если у меня сейчас 81 Нужно быть 80-79 Если будет перепады на 5-6% больше То значит ваша плата повреждена И как бы не стоит брать такое устройство Дальше проверка Зарядки То есть Подключите Зарядное устройство Если есть в комплекте То есть работает Не работает Желательно Чтобы это было оригинально Наушники проверьте Так же само Подключите Позвоните Работают ли наушники Динамиксом Передающий звук И так же проверьте iCloud Чистый ли iCloud Зайдите в настройки Об устройстве Стереть контент То есть сбросить Вот Стереть контент И настройки Сбрасывайте под ноль Настройки Обновляйте на последнюю iOS Ставите свой iCloud Вашу учетную запись И все В принципе Если пункты все эти сработаны У вас никаких проблем нет Вы выбрали Либо это был у iPhone Подходит вам Либо же это новый iPhone Берете По всем соответствиям Прошу Вас все устраивает Все Никаких нареканий Здесь проблем быть не может Вот в принципе Все что хотел я вам донести Если вам понравилось видео Подписывайтесь на канал Прожимайте колокольчик Чтобы потом не пропустить Мое новое видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok